Всем привет! Вы наверное уже думали, что я забросил свой проект гибрид 2.0, но нет. Сегодня нам пришла посылка, вот такая вот коробочка, кстати уже повредитель, но слава богу вроде ничего не пострадало, я еще конечно не смотрел, здесь у нас педальки, потому что вот, как вы видите, старый у меня, это две педали газа и тормоз, ну а здесь должны быть педальки со сцеплением, тормоз и газ. В общем достаем и посмотрим. Такая вот коробочка, ну тут уже понятно какие у нас будут педальки. Здесь все целое, открываем внутри, такой вот черный картон, да думал, что здесь пусто, смотришь одни ячейки. Упаковка хорошо, болты здесь дополнительные какие-то. Так. Ключик. Все, люди все, распаковывают. Так, вот что идет в комплекте. Небольшая инструкция, два провода, три болтика, ключ, купон или чего-то я не знаю. По цвету алюминий, но как будто пластик, может быть подделка. Так, педальки. Вот педальки. Вот они алюминий, это точно. Сцепление. Сцепление. Тормоз. Тугой. Газ. Кстати, настроено. Изначально. Тормоз прям как настоящая отдача. Прям в натяг. Так. Тут пружинки. Я так понял, что здесь вот внутри у нас внизу точнее гайки. Можно регулировать силу нажатия. Сейчас они ослабнуты все. У нас так, а так. Так, подключение. Подключение очень неудобное сзади. То есть, провод будет, если вот например у меня упирается к стенке, то здесь будут проблемы. Можно так сбить провод. Подключение я планирую все-таки, что он подключится через USB. То есть, чтобы не подсоединять к рулю, а напрямую. Педальки довольно тяжелые. Еще что заметил, установил педальки на пол и они прям прочненько стоят. Что у нас внизу. Только вот такие вот подушечки, четыре штуки по краям. Он держит хорошо. Точнее пять еще в центре. Вот это все-таки, наверное, пластик. Хотя, должно быть алюмининг. Так, здесь высота педали тоже регулируется сбоку. То есть, можно либо их поднять, либо посадить наоборот. Но мы, наверное, оставим пока все как есть. Попробуем сейчас подключить к игре American Truck Simulator и посмотрим, что из этого получится. Так, вот наш проводок для подключения. Есть два варианта. Один провод непосредственно к рулю, а это, я думаю, напрямую будет. Надеюсь, так и есть. И все определится само. В общем, все. Подключаем болтики. Вот такие вот четыре штучки. Видимо, они уже сделаны вот здесь, здесь отверстия, здесь и здесь. То есть, уже на готовую платформу для ПК рулей. Кстати, вот этим вот волшебным ключиком также регулируются педальки. То есть, если это ослабится, то можно поднять эту часть выше, потом затянуть. И также вот здесь вот есть уже готовые отверстия. То есть, можно сместить площадку влево или вправо. Кому как удобно. Например, чтобы нога была рядом, например, в каких-то гонках и так далее. Резко газ тормоз рядом. Можно сместить, например, это сюда или это сюда. Оставим все как есть. Чуть-чуть подтяну, потому что все ослаблено было. Все устанавливаем. Итак, из минусов. То, что провод все-таки не сбоку находится, а в середине. И видите, выступ. То есть, если куда-то их припереть, то эту часть либо гнездо разобьет. Придется делать какие-то дополнительные упоры. Это, конечно, минус. Потом, все-таки, это пластик. Это металл. Да, вопросов нет. Но это пластик. Многие скользят. Что-нибудь придумать можно, конечно. Подключаем. Провод вставили. Теперь включаем игру. При подключении педалек компьютер сразу определил их. Так, выявил название. То же самое, что на коробке. Кстати, вот о чем я и говорил. В игре тоже появилась надпись. Найдено неопознанное устройство ввода PXN-A30. Так, в настройках необходимо полазить. Оси, наоборот, работают. То есть, сейчас полный газ дает. При нажатии на газ забрасывает. При нажатии на тормоз. Пробуем, в общем. Все везде поставили стандартный. И все заработал как надо. Вот здесь вот. Пробуем. Тормоз газ работает точно. Попробуем. Да, все как положено. Коробка пока автоматическая. Поэтому при двойном нажатии на тормоз включается задняя. Так, а если сцепление выжать? Так. В общем, в принципе, все работает. Без танцев с бубнами. Все легко, все просто. Настраивается интуитивно. Сейчас поставим на свое законное место. Старые снимаем. Посмотрим, как они выглядят. Так, отсоединили старые. Вытаскиваем их. Хмутами-то перемотал. Вот так вот выглядят старые педальки. Что мне нравилось в них, это сама площадка. Как будто она здесь более ровная. Но педальки такие, знаете, вот после этих кажется прям игрушечными. В общем, убираем, ставим новые. Все же, вот этот провод, это прям большой-большой минус. Торчит, вот он в стенку упирается. Можно разбить гнездо. Дополнительные упоры какие-то надо здесь сделать. Вот, об этом подумаем после. Ну, плюсов, конечно, много этих педалек. То, что есть сцепление, то, что они разбираются, регулируются. То есть, вот здесь вот как на радиоуправляемых моделях отщелкнул, вытащил. Можно поменять пружину, поставить пожестче. Я знаю, что как бы некоторые изобретают, ставят. Но, в принципе, этого достаточно. В общем, устанавливаем. Ну, так как здесь мешает провод, эти педальки у нас стоят слишком близко. Есть, конечно, у меня один вариант. Это сделать вырез в металле. Сейчас не видно вам. То есть, внизу. И тем самым вывести провод наружу. Ну, в общем, будем уже этим заниматься тогда, когда соберем примерно все, чтобы попробовать запустить игру и уже потестируем. Дополнительно, хочу сказать, что могут подключаться помимо руля. То есть, непосредственно к самому компьютеру. Руль пока я вставляю тот же самый. До хороших времен. В принципе, меня он устраивает на данный момент. А дальше уже переделываем его. В итоге вырезали отверстие. Вот внизу видно, да? Пошире его сделали. Для того, чтобы можно было педаль двигать вправо, влево. Действительно, она упиралась в стену этим проводом. Не доходил. Ну, теперь вот все четенько. Вот теперь все идеально. Мне лично нравится. Осталось отрегулировать и все это запустить, попробовать. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Ждите новое видео. Проект гибрид 2.0 я не забросил. Еще есть будет много интересного. Что-то изобретем, что-то сделаем. Просто, к сожалению, мало времени. Но все равно время нахожу. Буду вам показывать, рассказывать. Есть вопросы, пишите. Если что-то необходимо снять дополнительно, тоже пишите. Ну, как-то так. Всем пока. До новых встреч. Всем пока.